Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу вам представить вот в моей вот этой рубрике, где я разбираю и аналитические выкладки даю, то есть анализирую речи разных умников, которые возомнили себя специалистами, гуру, просветителями, а на самом деле просто таким путем пытаются оправдать свои пристрастия, слабости, низости, ну и прочие пороки. И я сейчас покажу вам, почему решил разобрать этого товарища. Андрей Рожков зачем становится веганом или сыроедом? Ну ладно, пусть будет так, хотя кривое название. Вот поясню, почему я решил сделать. Значит, пишет мне моя зрительница, здравствуйте, Юрий Андреевич, меня и еще некоторых моих друзей-веганов очень интересует мнение, мое мнение, то есть ваше она пишет мнение по поводу этого видео, вот этого самого. Если будет возможность, пожалуйста, сделайте хотя бы небольшой аналитический видеоразбор. Благодарю. Ну, небольшой не получится сделать, а я сделаю сейчас обычный, просто включу это видео, будем его смотреть, я буду комментировать, весьма любопытно, но прошу, дорогие друзья, для чего я это сейчас делаю? Времени у меня мало, я не от нечего заняться решил это сделать. Просто вы внимательно слушайте, и то, что он будет говорить, то, что я буду пояснять, в чем он заблуждается, аргументированно, логично, разумно, постарайтесь в дальнейшем просто помогать мне, пожалуйста, помогайте. Ну, передавайте, увидите вы где-то, кто-то пишет такие вопросы. И еще очередного умника советовать будут посмотреть. Ну, дайте людям эту ссылку, чтобы они просто могли по аналогии все услышать, ведь, в принципе, из пустого в порожню все переминают. Если есть какие-то новые интересные доводы, аргументы, железные, а не на веру и на эмоции, то можно, конечно, прислать, я потом разберу еще что-то. Так, теперь давайте вот что посмотрим. Вот уже ответ Сиплому Старк про долголетие мяса, вино, веганство, аналитика, идиотизма, так я назвал, это было сделано. И вот вы, кстати, аналогии про наглую дамочку там и так далее, обязательно посмотрите. Под этим видео будет по ссылкам то, что я рекомендую крайне вам посмотреть аналогичные вот эти разборки подобных и разного типа индивидуумов. Да, ну все, давайте слушать, и я буду комментировать. Веганское сыроедное движение становится очень популярным сегодня благодаря, первое, бесконечной пропаганде в пабликах, в соцсетях, где тонны красивых фоток, смузи, ореховых паст, веганской пиццы, веганского фастфуда, джанкфуда, то есть помойной еды. То есть, по идее, действительно, у человека, переходящего с обычного питания на веганское, ничего не меняется, по сути. Остаются бургеры, просто они с соевыми котлетами, либо чечевичными становятся, да, сладости остаются. Просто нет яиц и коровьего молока, вот и все. И человек думает, о, веганство, это же здорово, мои. Так поэтому и переходит, что там нет продуктов убойного происхождения, животного, так называемого происхождения, то есть полученное путем убийства или насилия над животными. Собственно, почему веганы и становятся веганами. То есть, когда человек понимает, что жизнь я так дальше не могу, я не хочу участвовать в этом конвейере смерти, убийства. Если я ем, покупаю что-то где-то, пусть не я лично убил, то я голосую за это своим рублем, кошельком. То есть, я часть своей жизни отдаю, потому что я работаю, получаю деньги, зарплату отдаю на поощрение вот этого дела, в котором теперь я больше участвовать не буду, решая для себя порой. Так, человек по этическим, в первую очередь, соображениям, и поэтому он отказывается. Ну, да, слабые люди хотят те же вкусы, поэтому все эти гамбургеры и прочее, они сейчас и сыроедные есть, такие кухня пошла. Ну, понятно, побаловать себя иногда можно, хотя тут этически неправильного ничего нет, вполне можно. Другое дело, что да, действительно, веганская пища порой зачастую очень вредная. Все эти макаронки и прочие дела, кстати, он об этом совершенно правильно скажет, но только зачем-то этим подменяет, собственно, образы, понятия, и как будто он что-то этим самым доказывает. Ну, конечно, веганство есть совершенно блюдоманское, неадекватное и даже вредное в плане, действительно, пищевой ценности в том числе. Ну, зачем подмену таких понятий делать? Ну, идем дальше. И, друзья, уже на веганстве надо спасать планету, беречь животных, и при этом в питании моем ничего не поменяется кардинально. Я буду все так же обжираться переработанными продуктами, ореховыми пастами, маслами переработанными. Это очень плохо, то есть, ну, неправильно для здоровья, да, это неразумно, в принципе, ну, почему бы нет, по крайней мере, человек не будет в противоречии с собой в плане, вот, этического характера. Работанными с сахаром и сладостями, и легко прыгать уже на эту религию. Стоп, стоп, какая религия? Давайте в терминах разбираться. Религия, ну, собственно, не буду переводить термин, это понятно, а это никакая ни вера, ни религия, а это просто, скажем, образ жизни для человека, или образ его мышления, его этическая часть жизни, ну, принципы его, в конце концов. Тут не в религии дело совершенно, и человек об этом не думает, и многие веганы не сидят, пропагандируют, тряся соседа за рубашку, какой-то мерзавец, жрёшь мясо. Очень многие тихо, скромно, совершенно не выпячивая, в том числе таких очень много веганов, просто лично для себя они это не приемлют. Зачем же так голумиться, уже так поддевать? Смотря чему веганство и сыроедение тоже становятся популярными в мире, так это бесконечные документальные фильмы, нацеленные на сострадание людей, где показывают под грустную музыку, как на крупных промышленных площадках в крупных корпорациях обращаются с животными. И это, друзья, печально, это не есть правильно, только не вся еда животного происхождения проходит через такой процесс выращивания животных. О, как хорошо. Ну что ж, человек говорит, что да, конечно, я понимаю, что это плохо, ну кто уж тут может, только последняя сволочь, наверное, может сказать, что это, конечно, хорошо и прекрасно, как животных мучают, миллионами убивают, варварски страшно обращаются, даже хуже, чем с любыми вещами. И уж тут никто не скажет, ну почти никто, что это правильно и хорошо, понятно. Ну человек говорит, оправдывая сразу, что ну что ж, а просто культурно перерезать горлышко у коровки и выпотрошить кишочки, и разделать кожу, снять и так далее, это нормально, только это надо делать так, по-старому, так сказать. Знаете что, по-старому, не в промышленном масштабе, это очень хорошо описал Лев Николаевич Толстой в первой ступени, когда это было еще до революции, когда только промышленная революция произошла. Но все по-старому убивали животных и даже не электрическим током убивали, правда? И вот как это делали? Человек с крепкими нервами, прошедший войну крымскую, так сказать, и так далее, собственно, описал, будучи человеком с неубитой душой еще, да, чувствующий, разумный, интеллигентный, интеллектуальный человек, порядочный. Он описал это так, как, пожалуй, мало кто может описать. Обязательно послушайте это. Вот перед тем, как нести такой бред, и ему бы стоило это сделать. Но вы, кого почему-то смущает мне по непонятным причинам вот это, так сказать, что, мол, послушайте, сделайте обзор, что тут, собственно, непонятно. Вы вот послушайте те доводы, что сердце человека, душа его, я не только Толстого имею в виду, ведь он там описывал мужика пьяненького такого, простого, деревенского, который ехал и видел, как двое гоняются за свиньей, уже вколов в нее, когда из нее кровь хлистала. И какие слова этот человек, видя это происходящее, не первый раз, видимо, видя, что он сказал. Вот что душа человеческая, живая, чистая, еще не убитая до конца, говорит любому вопиет, как говорят, да, в религии в той же. К чему вопиет? Так это что? Заложено, может быть, в нас от природы, от Бога, кто как хочет сказать, кто во что верит, но это действительно заложено. И вот эту человеческую сострадание, как он говорит, немножко съязвив на этой теме, человечность, мы из себя каленым железом, наши родители сначала, школа, воспитание, все в обществе направлено, чтобы каленым железом высечь, вырвать это из нашей жизни. Нашу часть души, заменив ее ложью и вот этим черствостью, и тогда уже человеческая жизнь, воспитание человека, формирование его идет совершенно не в идеальную, не в лучшую сторону. По крайней мере, с искажениями, потому что мы ломаем первоосновы вот этой своей чистой души, которая может правильно сострадать. А нельзя разделять человеку сострадать или еще кому-то, а этим животным мы не сострадаем. Кошечку при этом с собачкой любимой мы будем сострадать и даже порой готовы убить кого-то за то, что кто-то нашу собачку пнул ногой. А вот коровку, барашка, зайчика и так далее можно почему-то, но не извращенцы ли те, или по-другому скажем, не подонки ли те, кто так разделяет животных с той же самой душой, болью, кровью и так далее. Ну, понятно, о чем я говорю, так будьте честны, почему я делаю такие видео, все-таки решаюсь иногда, периодически, заново. Ну, потому что нельзя разделять не раздельное, нельзя быть таким двуличным и лукавым перед собой, перед другими. Ну, а кто это начинает пропагандировать, как вот этот, товарищ? Это подло и пошло, это низко и мерзко. Я вот, кстати, что еще хочу вам сказать, дорогие друзья, многие люди, ну, как многие, процента 2 людей, 1% примерно, мне пишут такие письма, что, мол, какой вы злой или жестокий, как вы говорите грубо. Я сейчас, кстати, очень стараюсь сдерживаться, а я хочу на это что сказать. Ну, неужели вы такие глупые люди, что такое мне говорите? Я так мягко сейчас буду стараться это говорить. Вот кто это такое говорит? Неужели непонятно, что любой человек это живое существо, что человеку свойственно быть разным? Если человек добрый, порядочный, отзывчивый, честный и так далее, это не значит, что человек не может ненавидеть предателей, подонков, изуверов, извращенцев. Это не значит, что он не может справедливо гневаться на что-то, ненавидеть и так далее. Это нормальное абсолютное чувство противовес всем остальным. Я всегда говорю, к порядочным, честным, справедливым людям я всегда со всей душой люблю, уважаю. За кого-то я жизнь готов отдать. Вот как, например, был человек, ну, кто поймет меня, о ком я говорю, Федор Григорьевич Углов, например, вот за таких людей. А есть люди, кого я и убить готов. Потому что это нелюдь, которая только все уничтожает, духовное, человеческое, физическое, все, есть подонки такие. Ну, насильники, убийцы детей, там, растлители и прочее, понимаете, да? То есть, предатели Родины и так далее. То есть, кого не жалко и правильно это. Так вот, поэтому эта гармония, это две стороны медали жизни нормального человека, кому не безразличен мир, в котором он живет, общество, в котором он живет, будущее, детей, поколений, так сказать, народа, планеты и так далее. Это нормально. Так вот, я что хочу сказать. Я, конечно, постараюсь быть корректным, но иногда к тем людям, которые глумятся, знаете, глумятся, ахаивая, действительно, чистые, светлые начинания в людях, в которых пробуждается вот эта совесть. Они встали, что называется, с колен, с четверенек, очнулись, сняли лапшу с ушей, можно так сказать, ладно, и так далее, да, с глаз пелену. И они, в общем-то, захотели измениться. Причем к чему? Давайте так. Чтобы быть возвышеннее, чтобы поглумиться другими. Нет. Чтобы лучше, чище стать, они поняли, к чему они хотят стремиться, какими людьми они хотят быть. Они вот эту черствость, бездушие, двуличие, подлость захотели в себе искоренить. То, что от природы им не дали сделать, вернее, остаться чистыми и светлыми, как дети, когда они рождаются, и детей. Ведь видно, они сердетенышей, зверенышей воспринимают за друзей, но никак не за еду. Это потом вы, взрослые, мы им подсказываем это, направляя на ложный путь, на подлый путь, кровавый и нечестный. А вот теперь, значит, вы поняли, почему я иногда бываю нетерпим. Потому что есть вещи, которым нельзя быть терпимым, есть люди, которые такое несут, которая попирает все законы, ну, скажем, логики, здравого смысла, этические законы, нравственные и так далее. И к таким людям я не могу быть терпимым. Я показываю это прямо, ясно, четко, кто они и какую глупость они несут, чтобы они впредь разумных людей не смогли с пути сбить. Продолжаем. То, что находится на прилавках обычных, вот так скажем, традиционных сетевых магазинов, это да, это все низкокачественная пища животного происхождения на антибиотиках и на гормонах. А значит, содержали, кормили и обращались с этими животными ужасно. А если же, значит, из деревенской пищи, скажем, ну, предположим, без гормона антибиотика выращенная, хотя заставляют сейчас всех вкалывать и прививки делать, и антибиотики, это по крайней мере 100%. Просто приезжают, иначе животных или протокол пишут и так далее. Ну, ладно, не в этом дело, сейчас не будем углубляться. Об этом, кстати, правильно Стерлигов говорит, вот именно в этой области. Вот эти нюансы, то есть критерии чистого, так сказать, экологического продукта, если вообще мясо можно назвать продуктом, но будем об этом сейчас говорить. Так вот, а что же, если, значит, соответственно, в деревне, предположим, не колят, то это что, значит, мясо высокого порядка и какое-то экологически чистое. Кстати, но об этом мы сейчас еще поговорим, но я хочу только лишь сказать то, что еще лет 12-15 назад, да, представьте, когда это было. В деревнях, например, вот, скажем, Верхневолжских озер на Селегере, да, так скажем, Волговерховье, даже там, где деревни еще старые-старые, где еще бабушки были, которым тогда было лет по 70 и более, я слышал, и мы поражались с моими сотрудниками, когда они говорили, ну, на наши вопросы, а почему у вас кур даже нет, вот, кур не держите? А зачем, говорит, кур держать? В магазине проще лавка приехать купить, а так леса заберет, забор чинить надо. То есть вот эта разруха, которая правильно и в головах началась, и в хозяйствах людей, она до жутких масштабов на селе сейчас нашла. И сейчас даже встречали еще один случай из другого Нелидовского района Тверской области, что был случай, когда бабушку застали одну, которая продавала якобы яйца, ну, натуральные деревенские, а выяснилось, она там просто стирала вот эти вот маркировки чернильные, которые ставили на птицефабриках. Так вот, это вот вам еще один пример. А еще один пример для такого умника, к примеру, это вот, что покупают люди, даже содержат в своем хозяйстве, ладно, в деревне, даже глухой, а покупают комбикорма, а в составе комбикормов соевая ГМО мука, прочее, 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 даже в любых комбикормах это сейчас есть. То есть хотя бы один из компонентов, уж не говоря о том, что неорганические компоненты использовали для составления компонентов всех этого комбикорма. Ну, понятно. Значит, теперь идем дальше и следим за его мыслями. Цель одна. У корпорации таких площадок заработать денег быстро и много. У меня в подписчиках здесь на канале была одна женщина, не знаю, может она уже отписалась. Она такие оды пишет все время, и перечень этих вот фильмов про веганство, которые нужно посмотреть, постоянно вот их штампует просто список огромный, про то, как развивается животноводческая промышленность. Просто женщина, больно ей видеть, осознавать все это, в каком мире мы живем. Нормальная женщина. Может быть, конечно, с перетягом некоим иногда действительно вызывает некие такие чувства разные. Но, по сути, ведь она права, что она пытается достучаться до черствых душ. И вот, как этот человек, у него душа-то черствая, до него она не достучалась. Его это злит даже, потому что его всегда призывают, как бы так вот, нароком и ненароком, по-разному. К нравственным началам, к этическим вещам, к основополагающим. А он, потому что любит это все есть, он это, так сказать, пытается из своей жизни убрать. Естественно, не думать об этом, а смеять, ахаять или оскорбить. По-разному тут разные люди действуют. Тех, кто говорит иное, кто призывает к совести. Где призывают всех людей становиться веганами обязательно. Я вам так скажу, если вы ведетесь на такие документальные фильмы, рассказывающие про диеты, про обказ от определенных продуктов. Стоп! Только что он говорил, что эта женщина показывает, как убивают животных, мучают их на гигантских фабриках. И тут же совершенно про другое. Стоп, она же говорит именно про это. Так вот, если вы ведетесь на такие фильмы, он сказал, на какие, где люди показывают, что мы люди творим с планетой, с животными, до чего мы докатились, какими мы бездушными, мерзавцами стали, то она делает правильные вещи. Кто вот в таких фильмах, посмотрев, отмахнется, это, кстати, очень хороший тест на человечность. Так вот, и тут же он переводит это все сразу на пользу. Или вред. Мягко говоря, не обижайтесь только, вы не совсем умный человек, вот реально без обид. Но вас, по сути, заставляют выбирать другой путь развития. Да, заставляют выбирать другой путь развития. Человеческий, человечный. Не совсем нормальные люди. Или по-другому он хотел сказать, вы просто дураки, идиоты. Ну, так сказать, решил просто очень мягко это сказать. А я хочу тогда в другой пример привести вот для этого Андрея, вот и для этого человека, для автора. А я вот считаю, что только неумный человек, только не обижайтесь, может на груди у тебя от плеча до плеча татуировку выколоть, да еще на английском языке, будучи русским, или, по крайней мере, русскоговорящим язычным человеком, все плечи там обколоть в какие-то цветочки, я уж не знаю там, что и красное вижу, и зеленое. Вот это точно нормальный человек с нормальной психикой сделать не может. Уж не обижайтесь, пожалуйста. ...в жизни при этом не оставляют перед вами никакого выбора вообще. Я знаю, веган посмотрит даже не один... Давайте, знаете, что сделаем тогда? Давайте оставим выбор маньякам, насильникам. Им же хочется, ну, насиловать. Это же у нас демократия, у нас мы строим какие-то толерантные общества. Ну, давайте будем терпимее относиться и к извращенцам, к маньякам. Ну, пусть он изнасилует сегодня там девочку, а потом завтра. Ну, ему же выбор надо предоставить. А какой выбор мы предоставляем, дорогой товарищ, тем, кому горло перерезаем и кишки выпускаем? Кто смотрит на себя, просит, как говорил в фильме даже такой суровый мужик Соколов, да, по-моему, в фильме вот это «Счастливые люди» про Енисей, про тайгу, что смотрит на тебя в глаза бычок, подачки просит, а ты ему нож в горло или пулю в лоб, как он сказал, предательство. Да, вот тут-то настоящая чистая душа правду не скрывает, не клевещет, не, как бы это сказать, себя не обманывает, не забалтывает душу свою, а правду говорит. Уж коль так, так вы говорите правду, а то тут ишь, грязные дела хотите делать под благовидными предлогами или якобы какой-то необходимостью, про якобы необходимость пожирать плоть животных. Еще давно и Платон, и Плутарх, и Сократ говорили. Уже тысячи лет назад все это давно было заблудшему человечеству сказано. Эти цитаты сейчас мы приведем, а пока слушаем дальше. Один фильм документальный, а несколько с участием врачей, профессоров, докторов, научных деятелей, рассказывающих красиво про вред животной пище. Лично я, посмотрев несколько фильмов, тот же самый What the Health, не увидел неоспоримых аргументов в пользу перехода с пищей животного происхождения на еганство. Больше эти фильмы нацелены на запугивание людей. Ну, значит, не все, и не только такие фильмы смотреть надо, а и Кэмпбелл, и Грэком, и прочих, как там, Доктор Грэм, по-моему, ну, неважно. Этих данных сейчас много, да, собственно говоря, посмотреть те же, ну, пусть, ладно, уж скажу, мои лекции, не хотите, пожалуйста, того же Советова или Огоня, да много кого есть из-за этих там... И больше, слушайте, Лев Толстой еще приводил данные, что уже более ста лет назад, более ста лет назад, полностью все это было давно доказано. Кстати, Кэмпбелл об этом приводит примеры, зачитывавшись в библиотеках про то, как ученые еще 50 на 50 только в середине разделились 19 века о якобы пользе или вреде потребления мяса и животных продуктов, а до этого было известно всем, что это вредно и неправильно. И, собственно говоря, сейчас есть более чем абсолютная информация, так сказать, с точки зрения биохимии, биологии, физиологии об этом, но я даже скажу вам так, ну, зачем так далеко ходить? Вы на себя, товарищи, дорогие умники, эволюционисты, посмотрите, ну, посмотрите на свои зубки, которые в один рядок идут, даже с так называемыми четырьмя нашими псевдокалыками, которые, повторяю, в один ряд с остальными зубами. Посмотрите даже на уж точно травоядных горилл или фруктоядных шимпанзе, посмотрите на них, на приматов. У них эти четыре колыка в три раза длиннее остальных зубов, а мы с вами, как назвать тогда, деградантами или кем? Нет, не деградантами, просто плудоядными существами, которыми мы являемся. Челюсть нижняя у нас с вами вправо-влево двигается, а только у хищников, только вверх-вниз, чтобы сухожилие не сорвать, и не погибнуть от голода, от боли, когда даже рот не сойдётся нормально из-за болевых ощущений, если свернуть сустав. Так вот, что я хочу... Ну, связки, да? Что ещё хочу сказать? Я подробнейшим образом про все эти нюансы, начиная от потовых желёз, начиная от нюансов, да, с этим связанных, начиная от расположения носовых отверстий, начиная, так сказать, и заканчивая количество слюных желёз, и какие ферменты выделяются, амилаза, вот это оптиолин, вернее, слюная амилаза, в ротовой полости, где начинается, собственно, пищеварительная система у нас. Вот всё это и тысячи других факторов, тысячи, ни единого нет, который бы доказывал или хотя бы частично подтверждал то, что мы являемся там не то что мясоядными, то есть плотоядными существами, а даже всеядными, ну, нету, кроме некоторых фантазий вот таких творцов. Идём дальше. Ну, иногда надо, к счастью, людей вообще насильно привести. И, кстати, по-другому вообще общество, к счастью, всё в целом, а не отдельно взятого человека, либо сообщества, вообще привести невозможно. Это утопия, потому что большинство всегда заблуждается, особенно в капиталистической мире, когда ложные ценности навязываются, при которых невозможно справедливое существование человечества. Поэтому, естественно, к счастью, можно только насильно привести всё общество в целом. Это остальное, кто думает по-другому, это просто вот это полнейший бред и иллюзия. Это логично и против всех закономерностей, так сказать, развития мира, в котором мы живём. Сырогических, фруктоических, так и в документалках, в документальных фильмах. Меня это лично очень сильно отпугивает. Когда тебя насильно призывают менять своё питание и рассказывают... Ну, как-то могут насильно призывать. Это если тебя в клетку посадили, прицепили там и наручниками к батарее, например, где-нибудь, да, то тогда, да, она и скажет, а ну жри морковь, сволочь, а то я тебя, значит, это, изобью зубью, выбью все, но нечем будет и морковку жевать. Так вот, так сказать, это тогда да. А по-другому, ну что же, нажал кнопку, отключил, а то хочет и рыбку съесть, но не получится, так сказать, то ему, да, вроде бы он чего-то там принимает, а тут ему, значит, сразу коробит, потому что кусок в рот вроде не лезет, а он же хочет кусок запихнуть в пасть себе. Ну и вот, так сказать, диссонанс возникает. Ох-ох-ох, больно, душу ранит. ...что жизнь будет прекрасной на веганстве, всё изменится, ну реально, мне уже не 16 лет, чтобы вестись на такую пропаганду. Я для себя полезное, тоже что-то получаю от просмотра и прочтения таких книжек, безусловно. Но надо уметь фильтровать, что видишь и что читаешь, раз 10 подумать после этого и только потом уже менять свою систему питания. Это правильно, только это никак совершенно не подтверждает слова, сказанные до того. Фильтровать и думать надо всегда, я к этому всегда призываю, даже грубее говорю. Вы, я говорю, друзья, дорогие зрители мои, даже мне не верьте, не надо, я не хочу этого, я хочу, чтобы вы в процессе того, что я вам сейчас объясняю, просто поняли, просто поняли прописные истины, простые законы природы. А вот это для меня будет самая большая награда, если вы просто поймёте и осознаете. Сами придёте с моей помощью к данным выводам, определённым логичным здравомыслием. Обладающие люди всегда к ним придут, потому что логика железная, это и есть логика, это подтверждение вот этих единых, логичных, закономерных процессов в природе. И если у нас, понимаете ли, нет механизмов никаких когтей, а ноготочки, так вот, и прочих механизмов, не буду повторяться, и органов и так далее, и на биохимическом плане тоже, по которым можно сказать, что мы плотуядные, то не надо выдумывать, что мы способны и должны питаться мясом, тем более не мясом, а кто питается сырым мясом, ну, есть такие, я согласен, там кто-то, отдельные люди, ладно, мы таких вообще говорить не будем, а так варят, жарят, да с перчиком, да с маслом, да там с чем-то знает чем, чтобы это было вкусно, ароматно, потому что дают ароматы не само мясо, а специи, соль там дает, выделяется слюна, хочется, понятно, так сказать, это кетчупы и так далее, то есть все вкусовые добавки, которые можно добавить в любой салат, и если там есть жиры, типа орехов или авокадо, или масел, то только вкусы дают ощущение сытости и психологического удовлетворения, поэтому точно с такими же добавками можно удовлетворить свое питание, если только подчеркиваю еще раз, чтобы умник какой-нибудь туда не вставил веское свое, если там есть жиры, потому что они дают насыщение, потому что энергии больше в них дают они, чем углеводы быстрые, тем более, то тогда, конечно же, человек получит те же вкусы, вот и все, то есть вкусы все диктуются исключительно комбинацией сладких, кислых, горьких, пряных, соленых вкусов, и более ничем, и еще жирами, все. В этом видео расскажу вам, что я считаю насчет веганства, может ли оно быть успешным для многих людей в части поддержания оптимального здоровья. Ну-ка, расскажет ли он это? А оно и является успешным, если ошибки люди не делают. Есть веганы, которые стали более здоровыми по сравнению с питанием, которое у них в прошлом было. А есть веганы, которые стали нездоровыми по сравнению с питанием, которое у них было. Веды, которые тоже почему-то становятся были детьми условно относительно здоровыми, а потом буквально уже в 10 лет сейчас многие есть болезни имеют. Даже и многие виды рака уже маленькие дети имеют, чего не было и 20, 30, 40 лет назад. Тем более, а уж в 30, 40, 50 лет, уж что говорят, я уж 50 лет пожил. Что вы хотите, уже возраст. Типа тяжело ему, так сказать, это и так далее. Поэтому много факторов действует на здоровье и нездоровье. И вот это нечестный подход, когда так говорить. Ну, признает, что, мол, веганы есть и те, кто вот улучшил. А есть кто ухудшил. А мясоеды есть тоже, которые ухудшили. Вы знаете, сколько таких людей? Миллиарды. Которые вот мясоеды, миллиарды, у которых болезни, миллиарды болезней. И эти болезни сокращают жизни и в конечном счете убивают мясоедов. Поэтому вообще, о чем человек говорит? Ну, давайте разберем, о чем. На веганской и на сыроедческой или фруктоедческой системах питания очень много людей спустя какое-то время на таком питании получают анемию и дефицит B12. О, начали гнать ту же самую песню, как гонят все без исключения. От любимого Цицулина многими до там всех, кому не лень. Но других-то аргументов нет. Слушайте, все, давайте так. B12, у меня есть видео, вот оно. Вот посмотрите B12 и ни у одного человека, если он полностью это видео посмотрит, уже вопросов относительно этой проблематики не будет. Хватит говорить про это железодефицитную анемию. Причина этих двух видов анемий у любых людей, в том числе у мясоедов, исключительно, как правило, в 95 и то даже более процентов случаев является в наличии определенных паразитов в организме, например, аскорид, которые просто питаются кровью человека. Да и даже лямблии, простейшие организмы лямблии, тоже вызывают дефицитную, железодефицитную анемию, предположим. И да, такой дефицит в железе B12 может наблюдаться и у обычных людей, которые едят мясо. Я не спорю с этим. Молодец. Ну вот не спорят, а зачем тогда это говорить? Ну вот он вроде бы пытается аргументы. То есть получается, давайте вот посмотрим за его лексикой, там терминологией, перескакивание с одной мысли на другую, что он фактически ведь пытается доказать. А доказывает ли он? Нет, не доказывает. Он сразу возвращается, совершая допуски, соглашаясь как бы подспудно и так далее. Почему люди на обычном питании современном тоже получают анемию дефицит B12? В том, что качество мяса очень важно. Какой бред. И сетевого магазина. Качество мяса в плане отсутствия химии, это важно, в плане минерального состава важно, а также важно то, что никакого отношения, даже если оно в этом смысле некачественное, даже протухшее, к наличию B12 вообще никак не имеет. Мясо и его питательная ценность будет очень низкая. И это, по сути, бесполезный кусок плоти. Ничего человек не понимает, что говорит. Помимо этого, люди едят не то мясо, которое требуется организму, не тот вид мяса. Стоп! Две вещи. То есть, человеку, по его словам, только что он это сказал, всё-таки требуется мясо, как он считает. И ещё определённый вид мяса требуется человеку. Давайте ещё раз для совсем умственно отсталых. Мясо – это куски вырезаны, это из плоти животного, а это именно мышечная ткань трупа убитого животного. Ну вот, вкусно я сказал, наверное, аппетит сразу увеличится, но это правда. Это мышечная ткань, трупа убитого... Какое отношение мышечная ткань трупа убитого животного имеет к наращиванию вашей мышечной ткани? Собственно, никакой. Нам нужны не белки вообще, а аминокислоты, из которых белки будут синтезироваться, строиться в каждой клетке нашего организма, включая в мышечной ткани, мозговой и прочих тканях, соединительных оболочках и прочее. Везде будут белки синтезироваться, строиться в рибосомах, в таких органеллах. Об этом я подробно рассказываю в лекциях некоторых. И, кстати, обязательно посмотрите вот это видео, как набрать мышечную массу. Вот для тех, кто с ума сходить не хочет, но имеет проблему. Ведь люди, некоторые, переносят свои болезни, хронические, в том числе, которые годами к ним шли, которые они наживали десятилетиями в новую жизнь. И человек, да, переходит, и человек, да, может перейти на веганство, но принести с собой эти болезни, они проявятся сильнее при переходном питании, при изменении биохимии организма. Когда он перестраивается на новую пищу, естественно, организм может ослабеть. А при дефиците тех же минералов, которых сейчас дефицит тотальный, это я объясняю, например, во многих лекциях, но, например, в такой, как лес и почва, посмотрите, обязательно вы глобально поймёте эту беду, самую, наверное, большую проблему современности в плане дефицита в любых продуктах, вообще в любых питательных веществ, а именно самых ценных, которые невозможно синтезировать в нашем организме, это микро- и макроэлементы. Вот это посмотрите. Идём дальше. Они едят бестолковые грудки, индейку, магазинные котлеты, сосиски, колбасы, кремени, перечень долгий. Из этих продуктов питательная ценность очень низкая для организма. Безусловно, потому что это вообще не продукты, а продуктозаменители. Я об этом постоянно говорил, и ну что тут говорить, это же очевидные вещи. Поэтому люди на современном европейском питании с мясом в рационе получают рано или поздно такой же дефицит B12, такой же дефицит железа, территир. Нет, нет, железо совершенно не обязательно. Это как раз в любом мясе будет в избытке, потому что кровь у животного есть, потому что его кормят достаточно, в комбикормах тоже смотрят за железом, это основополагающая вещь, чтобы не потерять поголовье скота. Поэтому железа будет совершенно то же количество. Совершенно то же количество будет B12, которое синтезирует бактерии, и совершенно в мясе животного в деревне вскормленного и на ферме выращенной под гормонами антибиотиками будет совершенно одно и то же количество. гемоглобина, как и веганы, сыроеды, фрукторианцы. Вот если эти люди на современном западном питании будут употреблять натуральные субпродукты мясные, высшего качества, натуральные морепродукты, настоящую жирную рыбу с омега-3, натуральные яйца, это по сути питание деревенских жителей. И они здоровые и сильные, всегда ими были, друзья. Если этих людей, вот этих вот здоровых натуральных посадить на веганство, убрать у них всю эту деревенскую животную еду, качественную, высокопитательную, сказать, вот, ешьте теперь только рис, макарон. Давайте вставим сюда моего помощника, попрошу вставить, что бабушка, которая выросла тогда, когда химической промышленности еще, в принципе, ну, практически не было, в глухой деревне, и вот что она сказала про мясо, как она его и другие продукты животного происхождения прекрасно горами и ела с детства и до своего более там, чем 90 под 100 лет ее летнего возраста. Да, давайте посмотрим Расскажите о себе, сколько вам лет? Да только всего с 27-го. Как у вас здоровьица? Богу благодарю, на ногах хожу. Все удивляются, твои все лежат, а ты ходишь. А я батюшке говорю, батюшка, они мясо едят, а я с 27-го года, как родилась, мясо не ем. Идем дальше. Бобовые, смузи, соки, орехи, ореховые пасты, масла, проростки. У них от всего такого разнообразия, такой еды, просто тело посыпется в скором времени, здоровье, энергии будет по нулям. Что за бредятина? Что за бредятина? Ну, тысячи писем мне, да, как под разные видео, так и личные приходят, когда люди, в том числе, выросшие в деревне, испортили свое здоровье на том же молоке, именно испортили, на парном, деревенском, натуральном. Ну, не знаю, ссылку поставлю, там, кому будет не лень, по лекции, под лекцией про молоко посмотрят. А есть также тысячи писем, которые мне пишут, как, перейдя на растительное, живое, сыроедное питание, но правильно, именно полноценное, с добавлением того, чего мы с современной пищей, к сожалению, не можем получить, именно полноценного минерального состава, и тогда они решили свои проблемы со здоровьем, избавились от многих болезней, многие из них от рака, и так далее, и так далее. Ну, что тут началось? Вот я поражаюсь, откуда, вот такие есть пропагандисты, вот что-то у них не получилось, он там говорит потом, что вроде был даже два года, типа почти на веганстве, понятно, что не был, потому что почти, это все ясно, а тем не менее, не получилось, и он решает, вот, или злиться на весь мир, или он просто так оправдывает свои привычные вкусы, и эстетику некую, выдуманную, вот этого всего антуража, пожирания, так сказать, жизнь для живота. И сил. И никто этого не делает из этих вот людей здоровых на деревенском натуральном питании. Никто с натурального питания, богатой пищи, как растительного происхождения, так и пищи животного происхождения, качественной, не станет метаться и перебрасываться зачем-то на век. Тысячи и сотни тысяч людей переходят и перебрасываются, и рады этому. Ганнство на сыроизне или на фрукторианство. Смысла в этом нет для них. Зачем это делать-то? Для этого человека работают... Зачем это делать? По двум причинам. Первое, чтобы быть здоровым человеком, прожить дольше и качественнее жизнь. А второе, чтобы уважать себя как человека, который смог перешагнуть в себе вот эту кровожадную сторону идиотизма, мракобесия. Вот две, собственно, причины. Питание, при котором у него высококачественная еда, молочка высокого натурального качества, мясо... Какие красивые слова про высокое натуральное качество и так далее. А что за этими словами стоит осла? За этими словами стоит вкус потирания брюшка и мантра, которую любят себе они такие люди читать, что мол, вот теперь как раз я от жизни и все возьму прекрасное и приятное с полезным буду сочетать и брюшко поглаживать и вроде буду здоровым. А хренушки там не будете. Субпродукты, рыба, курица, яйца подножного и травяного происхождения. Зачем ему переходить куда-то на какую-то там другую систему питания? А я объясню, почему я, например, мне неудобно, да, будет, например, сказать или там кто-то будет бронить сразу, что мол, я дураками людей называю. Давайте я себя, ладно? Вот так вам будет приятней. Я просто говорю, если вы честные люди, вы также скажите, что я был дебилом, вот как я говорю. Я был дебилом. Я вот почему перешел на сроение и на веганство, да? А потому что мне стало противно быть дебилом. Да, это редкий случай, я объясняю. Обычно переходят по этическим соображениям. Уважаю очень таких людей. Второе. По причине здоровья, потому что понимают или слышали от кого-то или видели перед собой пример, что у людей прошли болезни, многие стали лучше и прочие, и краши, и кожи, и прочее, когда перешли на живое растительное питание. Причем я подчеркиваю, все-таки на правильные сроения, а не на веганство. А, хотя и на веганство порой тоже бы. А вот теперь я скажу третью, по которым малое количество, но все-таки есть такие люди, вот как я, например, просто не захотел быть идиотом. Когда я понял, что я, вот вроде не глупый человек, и биолог, и так далее, я потребляю несвойственную человеку, невидовую пищу, да еще в измененном состоянии, термическом обработанном, где уже очень многие вещества питательные разрушаются, и так далее. И я сказал себе, я что, идиот, что ли? Только для вкуса. Я честный человек, перед собой честен. Для вкусов я не хочу жить, только для вкусов. Я что, существо какое-то безвольное, слезняк, и мне стало злобно на себя просто. Я сказал, не, я больше дебилом не буду. Вот причина, по которой многие люди, в том числе, все-таки таких больше и больше становится, кто по этой причине переходит на другое питание. Он все воспрошает. Уже раз сто, наверное, спросил, зачем? Какой смысл? Да за тем, чтобы человеком быть. Этот человек здоров, и попробуй ему рассказать и объяснить, что там какая-то слизь, закисление, антиген, антитело. Меня слушают и в 80, рекорд был 96, я знаю, лет бабушка одна, которая тоже перешла на сыроедение, излечилась от болезни. Меня слушают гигантское количество, в том числе, разумных, кстати, врачей, людей, которым 70-80 и 10-20 лет, то есть вся палитра. Но тем не менее, и многие из людей, в возрасте переходят, я таких знаю, ко мне постоянно такие люди обращаются, приходят на ярмарках, пишут письма личные, под видео, благодарят за то, что они изменили свое здоровье, и это огромное количество писем. Потребление пищи животного происхождения. Он на тебя бледного сыроеда, фуртурянцы посмотрят и скажут, что? А если не бледного? Значит так, теперь сразу давайте так. Значит, не все сыроеды-веганы бледные, это раз. Теперь, не все хилые, или как говорят, дрыщи, это два. Много есть качков, культуриста, просто кому это надо, кому не надо. Кто лентяй, кто не лентяй. То есть, кто занимается, кто не занимается с собой в плане физическим или накачкой мышцы. А сейчас очень многие сидят в офисах, у компьютеров, часами, днями и годами. И даже среди них есть правда, вот вы же не дадите мне соврать, вот скажите, есть мясоеды, или даже макдональдсоеды, или какие-нибудь еще еды, кто ест все подряд, однако худой, и дрыщ, и слабнет, и бледный. Есть? Ну тогда что ахинею эту нести? Может быть, пора прекратить? Дело-то не в этом, что ты веган и сыроед, и потому ты светлый там. На солнце не бываешь, потому что на земле лопатой не работаешь. И так далее. Про что вообще, друг? У меня с здоровьем и силами все в порядке, в отличие от тебя. Так и наоборот, давайте-то поглумимся. Веганы и сыроеды, которые здоровые, а были больные, ну поглумитесь тогда над теми мясоедами больными, которые уже еле дышат стоя. И так далее. Таких, что нет. Ну а зачем глумиться-то? Отдуришь, что ли? Не надо, просто надо людям объяснять нормально. Поэтому есть люди неравнодушные, да, есть чересчур усердные, которые действительно, так сказать, морой вроде бы навязчивы, но тем не менее, они-то от чистого сердца, многие из них, большинство, пытаются достучаться до черствых, глупых, наркотически зависимых людей. Потому что пища, еда, это наркотик. И вы сейчас оправдываете этот свой наркотик. Давайте наглядно возьмем рацион питания, этики обычного человека. А, кстати, мне интересно, вот этот товарищ, напишите в комментариях, кто знает, он тоже один из эмигрантов, который, так сказать, там не живется спокойно и вроде бы уехал за границей жить, но почему-то, так сказать, все тянет на русскоязычную аудиторию, пытается стать гуру. Вот что там за пальмы стоят, и, может, это, конечно, Сочи, не знаю, но тем не менее, вот я почему-то поражаюсь все эти Старки, прочие. Вот любят они вот это вот вещать и, знаете, как, типа, красиво жить. Я все время поражаюсь, что в основном ведь это люди не созидатели, не ломоносовые, не те, кто действительно что-то хотят сделать и оставить не потому, что этим хотят прославиться, а потому, что они по-другому жить не могут. Это их призвание, потому что они созидатели. Я вот не видел среди таких Ахай... Наверное, знаете, почему не видел? Потому что логика абсолютно идеальная, четкое мышление не вяжется с вот этой отсебятиной, с двуличием и прочими низменными проявлениями, нечестными к себе и к другим, вот такими недомыслительными вот такими и рассуждениями, способностями и механизмами, которые применяют вот такие люди. Питание. Тоже с жемом с утра, смузи с бананами, и ореховый паст, и заново, овсянка со стаканом апельсинового сока. Это не еда. Ну, кроме апельсинового сока, хотя фруктами не надо злоупотреблять, особенно именно фруктовыми соками, а вот именно овощными это как раз идеально. О чём, кстати, Норма Нокер совершенно справедливо говорил, и это огромная разница. Фруктовые, овощные соки, я об этом рассказываю. И, кстати, обязательно посмотрите вот эту лекцию мою дисбактериоз, полную вот эту 50-минутную лекцию, обязательно, и вы поймёте очень многие важные вещи, не понимая, которые, ну, частично что-то можно думать, как он, хотя это только уж совсем, так сказать, надо не разбираться ни в чём, но в некоторых аспектах можно пойти по ложному пути, не поняв то, о чём как раз я рассказываю в этой лекции. Посмотрите обязательно. Выпечка домашняя, корень зла из всего этого завтрака, который я сейчас перечислил, это переработанные углеводы и растительные масла. Правильно, то, что в этом человек прав не означает того, что он прав во всём остальном, что он говорил до того. Тоже переработанные. Теперь что надет у этого человека? Сэндвички или бугер или бутерброд, колбаски, сосиски с хлебом? Давайте так, дорогие друзья, вот я говорил и 10 лет назад, и сейчас говорю, и всегда буду говорить, что то, что продаётся в упаковках в супермаркетах, продукты, которых вообще нет в природе, типа пицц и так далее, всяких печеней и так далее, это вообще не пища. То, что придумал и создал человек, не означает того, что он умнее природы и он доделал то, что дура природы не смогла ему дать. Всё природа дала. Да человек, одно дело, квашеная капуста, он просто взял природные процессы и на свою пользу их обратил. Квашение, когда бактерии работают, когда клетчатка растворяется, более удобоваримый, меньше нужно ферментов поджелудочной железы, чтобы эту пищу дальше переварить. Бактерии наши прекрасно симбиотически допереваривают и так далее. И другое дело, когда всякие колбасы непонятные, сделанные, то, что не растёт ни на грядках, ни даже не бегает в лесу, то есть в этом смысле он, конечно, прав, что колбасы и прочая гадость это в большей степени опасно, чем мясо. Только мясо натуральное, хорошее, это не полезная пища, а вредная. А это вовсе не пища. Макароны, пельмешки. Макароны это трижды варёный и жареный клейстер. Клей это вообще не пища. Макароны любой, с майонезом и классика жанра грудка с рисом. Здесь корень зла в этом обеде. Также трансжиры при плохой холестерике. Ну, трансжиры здесь, то, что он перечислил, их нет. Вот маргарин это трансжиры. Например, печенье, куда маргарин входит, это трансжиры. То, что он перечислил, он ни одного продукта, где есть трансжиры, не перечислил. То есть, знание у человека ноль. Он всё путает, он берёт на эмоции, берёт на слабости людей. То есть, он обращается к подспудной, вот когда человек не силён духом, а слаб. Он вроде понимает, что он неправильно, хочет быть правильно, жить и питаться и так далее. Но постоянно оглядывается, ищет в себе только лишь подсказки какие-нибудь, которые душу его насытят такими эманациями дозволенности и только лишь ищет этого. И вот такие люди бальзам на душу льют таким зрителям, что мол, да, бери и ешь. Чего уж там всё это? То есть, они не думают, логически не мыслят, а вот на таких эмоциях и псевдо-доказательствах пытаются что-то, так сказать, успокоить себя и уже вернуться наконец-то к нормальной человеческой пище. И переработанные углеводы из хлеба и мучного. Ну, хватит уж про это. Правильно, что это неестественная пища, переработанные углеводы. Чего уж там говорить, только одно, другое не доказывает. Если ты пойдёшь в ресторан и возьмёшь кусок мяса, те принесут его обязательно с гарниром. Картошка жареная, рис, хлеб, макароны и обязательно десерт. Во всех этих трёх приём пище питательные ценности, ну, практически по нулям для организма. Не удивляйтесь, но это так. Да, и помимо всего этого, человек ещё перекусывает в течение дня постоянно непонятной едой, даже полезной. Орешками, типа там, чипсами, печеньками, в общем, высоковоспалительной едой. Как хорошо. Вообще такого термина нет, но ладно. То есть, естественно, воспалительные процессы от процесса зашлаковывания и развития, скажем, грибковых, бактериальных инфекций действительно есть и будут. И неправильная, неестественная пища, не биогенная, не биоактивная, кстати, о которой я рассказываю в лекции дисбактериоз очень подробно, и о проростках. Вот он упомянул, но не коснулся серьёзно. А надо бы это посмотреть, и тогда вы всё это поймёте. Кстати, я советую вам ещё посмотреть обязательно видео омоложение про Аннет Ларкинс. И всё-таки намотайте на ус то, что я там буду говорить. Кстати, те возмущения про то, что якобы она там делает какие-то пластические операции и так далее, один человек про это тоже написал. И потом человек нашёл мужество в себе и сам мне отписался, что я был неправ, надо это сразу публиковать, вот такие домашние видео, когда всё становится наглядно понятно. Он потом, в общем-то, так интеллигентно, что называется, извинился тем самым, понял, что он был неправ. Я часто это публикую, копирую мышкой, вот нажимаю, тыкаю, копируйте, вставляю под комментарии таких ярых дамочек, которые грудинку любят поесть немножко своими маникюренными пальчиками, рассуждать о ботоксах и о всяких там подтяжках, если они видят, что женщина выглядит хорошо в свои годы, понимая, что в эти годы она так своей пищей ей выглядеть не будет, но успокаивает себя тем, что вроде бы она правильно питается и так далее. Конечно же, надо сразу закидать тухлыми яйцами и, значит, что другие, мол, врут, это всё враньё, подделка, подтасовка, мол, всё это неправда. Ну, конечно, это у них не получается, когда они все затыкаются сразу, когда я вот ту ссылочку копирую. Кому будет интересно, помогайте мне, копируйте тоже это под видео у меня в комментариях к Диане Отларкинсу и просто сами посмотрите, будет любопытно. Ну и таким ахайницам, как правило, это женщины, тоже вставляйте. К чаю обязательно сладости. Как без этого-то? Если посмотреть на состав любой магазинной сладости, то это, по сути, совокупность всего самого разрушающего, высоковоспалительного. Просто в одном кусочке печеньки или вафли, начиная в составе от муки пшеничной, например, вафельки и транжеров, и сахара и заканчивая фруктозными глюкозными сиропами. Корень зла современного питания западного это, друзья, переработанные углеводы. Ну кто же с этим спорить, только это уже далеко не только западно, ну правда, если Россию, европейскую часть к западному миру отнести, то тоже, можно так сказать, да, потому что Россия давно уже, долгие годы, даже уже два десятка лет, даже почти три, живет совершенно в том же западном, в этом смысле, питании, то есть переработанной пищи. Сахара и масла, а также низкожировые переработанные продукты молочные. Сразу скажу, а то мне спросят, а как насчет масел? Никаких проблем сыродавленной, свежей, лучше вакуумной, конечно, отжатия масла, у нас есть тоже такая маленькая серия, ничего страшного нет потреблять их в те же салаты или отдельно, но можно и без масел, конечно, старые прогруклы неправильно хранимые нельзя. Масла очень быстро окисляются, это нехорошо, это не совсем естественно, разумеется, но опять же, он любит про старину, на Руси всегда, что потребляли, льняное масло, конопляное масло, ну, где-то к югам, ближе кунжутное, действительно, это самые полезные по содержанию соотношения омега-3 к омега-6 действительно можно это потреблять. Копчёные, варёные колбасы, сосиски, котлеты, полуфабрикаты, к чему я клоню? Вот я вам сейчас рассказал про рацион стандартного человека на европейском современном питании. Вот что случится, если он перейдёт на веганство или сыроедение с такого питания ужасного. У него, естественно, большая часть вредных переработанных продуктов исчезнет из рациона. Да, правильно. Потому что сыроедение и веганство пока ещё не может похвастаться таким разнообразием переработанной еды. Неправда. В США может. Там большое разнообразие даже на веганстве переработанной еды. Неправда. Значит, вот я также скажу, что мы производим, лично и мои партнёры производят, и мы продаём огромное количество. У нас вот более 500 номинований продуктов. Ну ладно, скажем, 250. Это переработанные в каком смысле? Это сыроедные каши, это супы сыроедные, естественно, все веганские, это уникальные сыроедные соусы, вкуснейшие, где человек обычный, перейдя, а человеку слабому, конечно, проще переходить на сыроедение, вот уже, ну, имея все те же привычные вкусы из прошлой жизни, но, по крайней мере, вреда для здоровья такого не будет, и для этого мы производим такие продукты, они вкуснее даже, не то, что такие же вкусы, а вкуснее обычных соусов тех же самых, но только они не вредные, а полезные и безвредные абсолютно, по крайней мере, и дают человеку те же привычные вкусы, но тогда уж любой человек, даже сверх слабой силой воли, может спокойно перейти на веганство и сыроедение, и это очень помогает многим людям, кто хочет, до силы воли не хватает, поэтому у нас сейчас уже это тоже достаточно, в стране есть, но кто захочет, уж извините, рекламу сделаю на нашем сайте надгар.ру, и только на нем, ни на каком другом наши продукты вы не купите, и только на сайте надгар.ру в разделе доставка и оплата видно и будет написано, у кого еще можно купить наши продукты неподдельные, если мы там это указываем, только там и нигде более, это я к слову говорю, потому что поясню для тех, кто еще не в курсе, вот недавно ролик мы сделали про лавку Фролова моего имени, как ребята эти, подонки и предатели, как они отплатили мне, как здесь правильно сказано, злом за добро, обманывая оказывается вообще с самого начала открытия, даже открываясь, знали, что они уже будут мошенничеством заниматься и махинациями, так вот, кто не смотрел это видео, обязательно посмотрите, это опять-таки про честь и бесчестье, про подлость и предательство, про настоящих людей, что называется, и подонков, и очень важный психологический в этом смысле урок и мне, и другим, и, собственно, советую все-таки посмотреть, ну, продолжаем. На еды, на веганство, на сыроедение в России, пока еще нет, и когда человек после перехода с этого современного питания гадкого становится сыроедом или гиганом, он начинает кричать и радоваться, пропагандировать всем, что вот, смотрите на меня, я ем фрукты, овощи. Опять все смешал и стало лучше, да? Крупы, орехи, пророски, масла и чувствую себя теперь шикарно. Ну, правильно, смешал все подряд, говорит совершенно про разные вещи и вперемешку. Так, отделяем уху от котлет, как говорят. Значит, вот, он правильно сейчас сказал, что человек любой практически, перейдя со шлаковой вот этой всей пищи, да, скажем, вредной, на живое питание, действительно, он будет любой, сначала практически любой человек почувствует улучшение. Но, и что дальше? А потом, типа, будет плохо? А потом будет, такие есть люди, у кого не у всех, не всем становится потом плохо. Но есть такие, кому становится. Но это не потому, что он на естественной, видовой, адекватной пище, что именно сама пища явилась причиной тому, что ему стало плохо, что, значит, пища плоха. Почему же из этой пищи от этой пищи сначала стало хорошо? Нет, конечно, не поэтому, а потому, что человек из старой жизни в новую, во-первых, болезни хронические принес, потом вторая причина, что он дефициты многих питательных веществ заработал, получил или усугубил на новом питании. И тогда, конечно, любому человеку на любом питании будет плохо со временем по мере накопления этих дефицитов. Подробно это я в лекции дисбактериоз всё поясняю. И не только там, во многих других. В отличие от того состояния, что было раньше, он вас, друзья, обманывает. Единственная причина, по которой он чувствует себя великолепно, это то, что он просто убрал из своего рациона по-моему... Ну зачем же он обманывает? Он может недопонимать. Вы оставляете шанс человеку на то, что он просто недопонял, не понимает причину. Вот как вы несёте вот эту всю чушь, смешивая всё в одну кучу, и тоже многого не понимаете. Ну вы же не обманываете, я говорю, что не... То есть обманываете, но может быть искренне заблуждаюсь, скажем так. Надо же так тоже поправку делать. Надо. переработанную еду, которую я вам расписал в том рационе на завтрак, на обед и на ужин. Вот и всё. Конечно, ты себя чувствуешь лучше. Конечно. Кто же с этим спорит? Вместо муки, сахаров, конфет с колбасой есть фрукты, орехи и фасоль. Почему? Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, надо обязательно переходить на веганство. А чтобы не причинять боль и смерть животным, ни в чём не повинным перед тобой, раз. Потому что прожить достойную жизнь, по крайней мере, я знаю веганов, которые говорят, даже если я буду чувствовать себя плохо, даже если я буду умирать и ничто мне не заменит, какие-то питательные вещества, предположим, хотя это не так всё, но я говорю даже, вот люди некоторые говорят, хорошо, допустим, я всё равно не уйду от веганского питания, потому что я с этим жить не смогу, я не смогу. Вот это я просто до земли кланяюсь с таким людям. Это высшая степень человечности, если только, конечно, эти люди честны и также порядочные по отношению к порядочным и честным людям. Теперь, что касается дальнейших его рассуждений. ...на сыроведение или фруктурианство. Может быть, достаточно убрать всю помойную и переработанную еду и повысить качество натуральных средств в целом, как пища растительная, так и пища животного происхождения? А натуральный, да, так растительная пища, значит, тоже натуральная есть, но уже хорошо. Так вот, лучше повысить качество натуральной, растительной, разнообразной пищи и всего того, что дополнительно даст тебе без вреда для планеты, животных, твоей совести, даст тебе все необходимые питательные вещества. Это вполне легко и можно сделать в нашем современном мире абсолютно можно. И все будет в гармонии и не будет проблем с железом и Б-12 при этом и будет здоровье как у горных народов, как у окинастов. Ну, 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 ну вот понеслось опять. Значит так, уважаемые зрители, кто тоже вот так считает, а вот, вот, мол, вот вроде аргумент привел. Во-первых, он ничего, никакого аргумента не привел. Все ваши ассоциации про горные народы пьют там, ну, ладно, курит, вы скажете, это уж перебор, ладно, типа пьют вино горцы там, и началось. И то же самое, мясо каждый день едят. В общем так, это все бреды из анекдотов и некоторых фильмов, а если вы хотите объективно, беспристрастно разобраться, то вам в помощь будут мои уже, по-моему, 12 или даже более видео из плейлиста о долголетии и долгожительстве. Посмотрите их обязательно. И вы получите там вот ответы абсолютно аргументированно, доказательно, логично на вот эти бредни про якобы доказательства того, что бери, отрезай кусок и жри, мол, все в порядке, горцеван, окинава и так далее. Где прекрасно вот по окинаве изучали, что там какой процент тот же растительной пищи. Кстати, животные в плане мяса вообще ноль, по крайней мере лет 70-100 назад, когда формировались те современные долгожители, не было, а были в основном морские водоросли, были в основном овощи, которые в больших количествах они вырастили, на прекрасных почвах, которые, кстати, были коралловые почвы там богатые микроэлементами и макроэлементами и в питании и в растительной пище, которую они ели, были они все фактически абсолютно. И это причина, и вода уникальная, которая там была, и много причин, но об этом, обо всем я досконально, подробно рассказываю, объясняю в своих лекциях, вот в этих всех о причинах долголетия, долгожительства в тех или иных регионах. Разбираю и кавказские народы, и окинава, и хунзи, и американские некоторые племена, и Русь древнюю, и недревнюю, и позапрошлого века и так далее. Япония, и как у многих деревенских жителей во всем мире, которые едят разную натуральную еду, и которые не находятся на каких-то ограничительных диетах, как сегодня в мире принято, особенно в России. Я должен признать, что во многих случаях веганство, а в большей степени вегетарианство, будет лучше для здоровья, чем стандартное, современное, западное, там, европейское питание с переработанными углеводами, маслами, переработанными и сахарами. Но веганство и сыроедение нужно настолько грамотно делать, сдавая все время анализы. Правда? А мясоедение не надо грамотно делать, не сдавая все время анализы. Шизобредятельно. Торис ситуацию, принимая добавки, на этих системах питания качество и натуральность еды еще большее значение имеет, чем на какой-либо другой системе питания, даже на традиционном питании. Ведь многим делу нет до этого. Главное, быть веганом и сыроедом, а дальше как пойдет. Бред, доказательств, нет одни эмоции. Абсолютно одинаковые мясоедам и веганам и сыроедам надо, если они хотят уж точно знать про соотношение всех веществ в организме, надо сдавать анализы и надо корректировать, потому что из современной практически любой пищи человек недополучает многие важные питательные вещества. Чувствуй себя пока хорошо, значит все окей. Только потом большинство сыроедов, веганов, фруктоедов накапливают дефициты в организме. А мясоеды, которые тоже пока все окей, вот такой живчик подвижный, он не накапливает, ну будет время, когда ты, дружок, тоже получишь определенные болезни, ну будет ли тогда у тебя ум, чтобы осознать, что ты своими прыжками здесь радостными себе будущее творил еще вот тогда, позавчера, и не очнулся, глумился, умничал, но тем не менее, получая эти болезни, не все люди понимают, что вилка и ложка их себе нарыли, как могилу собственными руками. Идут к врачу, врач им назначает добавки обязательно. И что, вот жить так все время, на грани вот этой вот жизни и смерти, на добавках или на дефицитах, все сыроеды и веганы настолько поглощены этой идеей самой, что необходимо беречь животных, защищать окружающую среду. А я думал, сейчас скажут, что принимать добавки, только про них говорил. Ну ладно, значит, теперь опять перескочил. Про, значит, беречь среду. Плохие люди, веганы и сыроеды, они просто трехнутые на теме, что надо постоянно заниматься сбережением земли, почвы, животных. Ну идиоты, или просто негодяи, да, наверное. Я просто поражаюсь, как и глубокие мысли у человека. Что у них даже не остается времени и сил, чтобы подумать о себе. А, вот оно. А интересно, о чем о себе? О себе. Ну вот есть честные или порядочные люди, я так считаю, которые, даже люди, на которых можно равняться, которые живут не для себя. И это люди всегда в нашем народе, по крайней мере, и во всех народах в древности уважали тех людей, которые жили не для себя, для каких-то высших идей. Причем я подчеркиваю, идей именно созидательных, а не разрушительных. Высокодуховных, нравственных, по-моему, это вполне естественно и нормально. Я понимаю, что мир сейчас сильно изменился, но это не значит, что надо меняться всем нам или воспитывать наших детей совершенно нужды в других, как некоторые говорят, реалиях. Реалии мы формируем сами. И порой один сильный человек может тысячи других людей более слабых переубедить, и чтобы люди те поняли тысячу, что они не правы, а не один тот другой, который в действительности прав. В своем состоянии здоровья у них все силы и энергии уходят на спасение планеты. Это что, во-первых, тоже опять очередной бред. Почему все силы? Ну, многие просто, вообще даже веганы и сыроиды не по этическим причинам перешли на это питание, они вообще не занимаются спасением планеты, а они, да, здоровьем занимаются, но у них сил и времени уходят меньше, чем у замороченных мясоедов, культуристов, качков, которые заморачиваются о своем теле, условно говоря, о здоровье, хотя там о здоровье, это пока они только качаются, можно говорить, это частично, так вот, они совершенно озабочены только своим собственным, скажем, эго. Ну, и что тогда? Где тут противоречия? И где здесь противопоставление? Они не понимают, что для того, чтобы вырастить крупы, зерно, которое они на веганстве идиоты пропагандируют. Надо тонны пестицидов применить. Он что, идиот? Вот тут уж, извините, дорогие друзья, по-другому сказать не могу. Но если человек идиотизм несет, то он идиот, наверное, выходит. Не понял. То есть, не существует хозяйств ни на Западе любимом, ни у нас в стране, которые выращивали бы крупы, злаки без химии, без пестицидов, гербицидов и так далее. Но тогда я скажу, что это просто откровенная ложь. Я не знаю, биохутор Петровский, там какие-то хозяйства крупные, я знаю, даже с 80-х годов, которые там, с 85-го даже знаю одно хозяйство, которое экспериментально даже изобрели на пензмаши, на заводе заказывали специальные распашки, плуги, там культиваторы, которые землю всего лишь 5-7 сантиметров бароновали, они глубже, без отвала. Я это изучаю всю силу своего, так сказать, работы своей и скажу, что, так сказать, результаты есть уже хозяйств по 35 лет, которые без, так сказать, химии выращивают, мы выращиваем без химии, ну что за бредятина. То есть, таких хозяйств нет, якобы выращивать, заниматься выращиванием злаков и так далее, это, мол, даже, что он хочет сказать хуже, чем потреблять мясо и выращивать животных, которые по лугам пасутся. Это просто какое-то страшное извращение. И что-то тоже плохо для экологии. Их это не волнует. То есть, как это не волнует? Нормальных людей волнует. У меня вот куча видео на эту тему, на тему аграрных вопросов, на тему органического земледелия. Кстати, кому интересно, посмотрите, найдете у меня в Ютубе. Вообще, на будущее скажу так, не напишите, а где вот это посмотреть? Но наберите в Ютуб, зайдете, наберите там в поисковой строчке, введите запрос, где написано, да? Наберите Фролов, например, там, скажем, 9 причин болезни, или Фролов, органическое земледелие, Фролов, экостроительство, или там, Фролов, там, скажем, там, как набрать мышечную массу, или стресс, вам ролик выскочит. Ну, не поленитесь, как же люди ленивые. Вот, кстати, вот беда современности, лень, глупость, кстати, которая нарастает по мере вот такого питания, да, в том числе рафинированного, но и в том числе по причине воздействия других факторов, средств массы информации, отупления через телесериалы и ток-шоу бесконечно, и много-много других факторов. Кстати, я об этом рассказываю подробно в своих лекциях, например, 9 причин болезней. Ну, болезней и духовных, и физических. Вот посмотрите эту лекцию. Сколько гибнет насекомых и животных при распылении той же самой химии? Подождите, я, честно говоря, не знаю, вот о чем он говорит. Я не знаю таких почти веганов-сыроедов, почти я, ну, может быть, вообще не знаю, которые бы были и ратовали за то, чтобы распыляли химию, чтобы гибли насекомые и другие животные, кстати, насекомые тоже животные, поэтому надо говорить другие животные, а не насекомые и животные. И вот я, что я хочу еще сказать, я не знаю таких людей. Почему он противопоставляет несопоставимые? Напротив, у людей, кто переходит на веганство, сыроедение, растет и духовная составляющая, и эти люди как раз радуют, из-за того, чтобы не было тлетворной пропаганды, разврата по телевидению для детей, чтобы не было насаждения, толерантности этой проклятой, под маской которой продвигают всякую нечисть, и расцлевают молодежь, и, так сказать, разрушают народы, и становятся они Иванами, не помнящим родства, неважно, по национальности кто человек, и так далее, и так далее. Эти люди вот ко всему изучают все это, неравнодушны ко всему этому, и, конечно, они неравнодушны к загрязнению окружающей среды, к уничтожению земли, и так далее. Ну, как же, тут человек просто что-то, вот он говорит про адекватность, а сам не вменяем. для выращивания там их любимой фасоли или сои. В общем, об этом я буду рассказывать уже в отдельном видео, насколько гиганты смотрят под одним углом на очевидные вещи. Да нет, это вот этот товарищ смотрит под определенным углом, лишь бы что сказать, только бы оправдать свой любимый кусок натурального стейка на своем столике. Только этот стейк, советую вот этому Андрюше пойти и коровку в поле так приколоть как-нибудь, или просто отрезать, ноги связать, попробовать ей, там есть сможет. Он же такой типа накачанный, он же тут голый снялся, чтобы показать вроде, что он типа вот такой в миске. Так вот, и ножичком отрезать лепешечку, например, от ляжки или голяшки, и поджарить и сожрать. А, и так прям сырой пойдет. Вот тогда он будет себя брутальным мачо чувствовать, каким он сейчас показывает в кепке. Я это рассказываю, потому что я тоже пару лет точно придерживался почти 99% гигантского питания. Супер опыт, супер опыт, особенно разного питания, особенно когда говорят о практически веганском. Слово практически здорово. Просто опыт накопил колоссально. Я делаю себе ограничение в еде, которую свойственно есть человеку. А вот я никакое ограничение в еде себе не делаю. Я просто не жру, потому что для меня это не является едой. Поэтому я себя не ограничиваю ни в чем. Тем больше мой организм дает мне обратную связь и испытывает... Какой организм дает обратную? Я просто в шоке. Знаете, когда алкоголик говорит, а мой организм дает обратную связь, и когда я стакан себе утром не налью, я не в своей тарелке. Мой организм подсказывает, что мне нужен еще один стакан, а потом еще один. Какие же люди идиоты бывают? Я просто поражаюсь. Это не организм подсказывает, а подсказывает извращение и нарушение работы головного мозга. Когда ты питанием, алкоголем, наркотиками, другого рода, табаком и так далее, меняешь себе таким образом свою физиологию, нейрогуморальные вот эти процессы, регуляции процессов, что на условный, скажем, уже рефлекс фактически вырабатывается, когда ты, не получая что-то то привычное, у тебя идет просто ломка. Морфины в мозгу, от мяса, кстати, образуются, кто не знает, это как раз и есть наркозависимые люди. Требность в определенной еде. Я менял питание часто. Про много чего. И кета, и палео, и дробное питание с грудками и рисом. Кстати, кто не знает, скажу, что вот эта новомодная кето-диета, она есть и веганская кето-диета, а что касается палео-диет, это те дурачки, кто не знает, да, которые считают себя неандертальцами, ну, вернее, там, ладно, скажем, потомками неандертальцев, и которые считают, что да, вроде бы, аргумент про сырую, термически необработанную пищу абсолютно логичный и верный, но также почему-то считают, что верно то, что несмотря на то, что своими коготочками они только в носу могут поковыряться, ну, может, ещё где-то, и зубками своими только тетрадный листок порвать, но тем не менее, они, так сказать, считают так же почему-то разумно и логично, здесь логика их подводит, брюшко, видимо, перевешивает аргументы, что они вот такие вот брутальные, типа, такие молотомётчики, копьемётчики из палеолита, и вот они собираются, так сказать, быть такими, значит, есть всё сырое, ну, молодцы, туда им дорога, подцепят таких паразитов, что сдохнут потом от цирроза печени, от всяких там всевозможных кист и рака, естественно, потому что, вот кто не смотрел, посмотрите мою лекцию, как передаются разные паразитарные инвазии, лекцию по паразитам, ну, а потом, конечно, лекцию про, например, гриб лисичек, потому что будут меня заваливать письма, и как же быть, вот как паразитов выводить, вот посмотрите всё то, что взято из известных медицинских, биологических, прочих пособий, а потом посмотрите, вспомните свою жизнь, жизнь своих близких, друзей, просто реалии жизни, как это происходит, ну, после этого вот уже видео о лисичке, гриб лисички посмотрите, а может быть потом то, что под этим видео, уже сами решите, смотреть или нет, просто я направляю, даю сразу, чтобы, ну, меньше писем потом было, с тем, что, мол, а вот где это, где это, я всё всегда под видео публикую, вот о чём я говорю, по ссылочкам под видео, нажав, ещё слово такое есть, вы найдёте, вот как найти, как искать, и, кстати, дорогие друзья, подпишитесь обязательно на рассылку, поставьте колокольчик на канал, если вы подписаны, а колокольчик не поставили, вам уведомления о выходе новых видео приходить не будут, значит, вы пропустите, а, возможно, это будет важно, и потом будете спрашивать, а где что, а, так сказать, ну, поверьте, у меня нагрузка очень большая, и поэтому будем давайте корректным, если вам мой канал интересен, вы обязательно ставьте колокольчик, видите новые видео, пришло вам смс-ка на почту вашу электронную, вы же видите тему, ну, неинтересно, не смотрите, если интересно, увидите памятка вам, нажали, посмотрели, и высокоуглеводные диеты, но ни на какую из диет, я не могу сказать, что мне было здорово, а то, что вам было не здорово на какой-то диете, не говорит вообще ни о чем, еще раз, алкоголику тоже не здорово без бутылки, первое время, это не значит, что он должен пить, отношения к ему, организм, все получал, что ему нужно, ничего организм не получал, что ему нужно, он все не может получить, современной пищи, по вполне объективным, абсолютно объективным причинам, что тотальный дефицит тех же микроэлементов накапливается, возникают болезни на любом виде питания. Здорово во всех отношениях, только тогда, когда я даю своему организму весь перечень необходимых ему микро и макро нутриентов, и делаю так, чтобы все это так же усваивалось. Ну, а как это делать? Усилием воли, наверное, он делает, чтобы эти все нутриенты усваивались, прям вот так вот, думает, кепку поглубже натянет на голову, и думает, мыслит, как в городке была серия про Леонида Ильича, который, так сказать, тоже думал силе мысли, машину двинул вперед-назад. Правильным образом. Неважно, какого происхождения эти элементы животного или растительного. И я считаю, что дать в нужной форме, в нужном... Все перепутано. Какой форме? В нужной? Ну, в какой форме? Знает он, в какой форме? Ничего не знает, но несет такой бред. Сейчас вот околестится. В качестве организма, все, что ему нужно для здоровья, силы энергии, а что ему нужно? Невозможно, находясь на ограничительной деятельности. Возможно. Только нет, хорошо, да, согласен, невозможно, ладно, это вопрос вообще философии. Хорошо, а я не считаю свою диету за ограничительную. Тогда что-то все окей или нет? Нет. Его все равно будет злоба брать, ну, которая будет, конечно, злоба выражаться в такой вот, такой более-менее интеллигентной форме донесения информации, на что и ведутся многие. Ну, любой, неважно какой, как бы она ни называлась красиво, и как бы ее не описывали в книжках и фильмах красиво. Веганство, сыроюзение, вегетарианство, фрукторианство. Так. Этим видео я не хочу вас отговаривать от той или иной диеты листилы. Все видео было этому посвящено, но он сказал, я такой благородный, я, в принципе, такой толерантный, я не хочу вас отговаривать. Все, что я вам говорил до этого, это были совершенно не отговорки. Я просто хочу вас призвать относиться к этим системам питания более аккуратно. Тогда я хочу вас призвать к тому, чтобы вы посмотрели мое видео, вот это, про зацикленность и предвзятость. Возможно, эти аргументы повлияют на вас, и вы поймете, какую же ахинею вы и те, кто так же считает и тоже говорит, несли и несете, возможно, до сих пор. Серьезно. Всегда руководствоваться качеством и натуральности еды. Опять, качеством натуральности. Ну, расшифруйте критерий, качество натуральности, без химии натуральность, без пестицидов натуральность, без гормонов натуральность или, что, какая натуральность? А та же, так сказать, фасоль выращенная без ГМО и без, так сказать, использования пестицидов, она что, не натуральная? А что, в сои нет в той же всех восьми из восьми незаменимых аминокислот, а в пяти любых продуктах, которые объединить между собой, нет всех 8 из 8 незаменимых амины. Есть, конечно. Ну, короче, об этом я рассказываю в лекции «Как набрать мышечную массу» в куче других видео, которые я тоже рекомендую посмотреть, где об этом подробно сказано. Ну, собственно, давайте дослушаем и закончим на этом. Обязательной её питательной ценностью для вас. В наличии вредных, пусть даже природных соединений в еде. О чём? Каких вредных природных соединений в еде? Я вообще в шоке просто. Растительной. И обязательно необходимо руководствоваться также эффективностью усваивания микро и макро... А как можно руководствоваться эффективностью усваивания только микро и макро... ...элементов из этой еды? Как? Чтобы организм правильно с этой едой обращался и получал пользу. Ну, наверное, для этого надо написать на груди у себя что-то, чтобы они хорошо усваивались и руководствоваться. Там что? Руководство к действию написано? Всё, что хотел сказать в этом видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео в своих соцсетях. Прекрасно. Ставьте лайки. Скоро с вами увидимся. Берегите себя. Пока. Молодец. Йо-йо ещё. В конце надо было сказать при таком красивом движении. Паси рукой. Молодец. Что же, очень высоко интеллигентно, духовно, высоко, нравственно, морально, а также логично. Просто буквально второй гегель. То есть, буквально новую диалектику написал. Ну, ладно, так сказать. Вот, дорогие друзья, собственно, проанализировал по вашим просьбам и знаю, знаю, что сейчас начнут писать про Цицулина. Ну, слушайте, ну, столько про него уже, правда, людей хорошие, кстати, видео сняли. Ну, я обязательно всё-таки сделаю, но, правда, не обещаю, что быстро. Ну, просто там надо... Он столько болтает, столько аргументов приводит, что нужно привести контраргумент, что нужно много времени. Ну, и, соответственно, я могу только так вот, как сейчас экспромтом, раз взять и записать. Там нужно больше времени, у меня его просто не хватает. Я столько веду параллельно много разных дел. Ну, по крайней мере, зрители знают, кто смотрит меня постоянно, кто интересуется моей деятельностью многосторонней. Это прекрасно понимают. Обещаю, что когда-нибудь сделаю. Ну, на этом, наверное, всё. Пишите обязательно комментарии, ставьте обязательно лайки. Значит, и пишите комментарии, ведите переписку между собой, помогайте мне, ну, будьте более активными, чтобы не я всё вам отвечал, расшифровывал под видео. Хотя я тоже буду, но пишите, помогайте мне, находите какие-то цитаты. Ну, проще же каждому отдельно взятому зрителю это сделать раз, два, три, чем мне тысячи раз, правда? Ну, помогите тогда, будьте благодарны за мои тоже, за моё время. Немножко уделите своего. Помогайте мне отвечать людям, кто находится ещё в неведении, в невежестве. Кстати, здесь нет ничего обидного, оскорбительного. И никакого превозношения себя этим самым, что, значит, я в ведении и вежестве. Нет, не в этом совершенно дело, а в том, что, понимаете, есть вещи, которые, ещё раз говорю, не... Вот просто человек перед собой, когда он не захочет обманывать, особенно на публику, себя и других, совершенно поймёт вот простые законы природы, что правда, что ложь. Сама душа подскажет, и уж по крайней мере подскажет точно, то, как у детей, как я уже говорил с рождения, что животные – это наши друзья, но не наша пища. Ну, а на этом заканчиваю я это видео. И ждите моих других видео. Всего хорошего. Подписывайтесь на канал, на сайт, на рассылку нашу. Ну, и не пропустите от меня ни новости, ни новые видео. До свидания. Публикуйте, да, кстати. Кстати, публикуйте обязательно, как ответы кому-то, это видео моё, например, в соцсетях, в форумах, потому что, возможно, вы кому-то можете помочь или привести тем самым доказательства, люди хотя бы поймут. Хотя бы кто-то поймёт, уже будет хорошо. А таких много, кто понимает. Некоторые пишут зря. Нет, не зря. Очень многие пишут благодарственные письма, что я прозрел. Ну, и прекрасно. Всего хорошего.